Защита порядка, служение людям и родине – все то, к чему обязывает полиция. Ответственность за правопорядок в нашей республике лежит на этих людях, отношение к которым со стороны народа довольно противоречивое. За массой негатива в социальных сетях лежат героические поступки, память о которых стремительно остывает. Примеры героизма сотрудников дагестанской полиции сплошь и рядом. Только в этом году около двух тысяч страж порядка за исполнение служебного долга награждены орденами и медалями. 16 погибших, но оставшихся верными присяге. Что сказать? Что вы не работали? Работайте, братья, вы ничего. Один из примеров мужества и героизма полицейских – Тагир Абдулгалимов. Минувшим летом старший сержант из Избербаша спас жизнь человеку. На юношу из Ингушетии наехал морской катер и винтом перерезал ему артерию на ноге. Парень потерял много крови, но его удалось спасти и только благодаря полицейскому. Я взял, который там находил, еще одна веревка была. Веревку взял, развязал, как они все слабые были, кровь истекала. Эту же веревку перевязал ногу до полной остановки крови. Это не единственный случай, когда Абдулгалимов оказывает помощь согражданам. Этим же летом он спас утопающую женщину с ребенком. В тот момент он чувствовал большую ответственность, потому что не столпившиеся вокруг люди, а именно он представляет полицию России. Случаями, например, спасение людей, не только на водах, на пожарах, автоматически гражданское население уже доверяет сотрудникам полиции. Сотрудники полиции не только занимаются, например, нехорошей деятельностью, или как некоторые думают, а помогают гражданам, спасая их. На службе Абдулгалимов уже 4 года. Коллеги и начальство с гордостью говорят о заслугах Тагира. О его героизме здесь узнали от третьих лиц. Сам сержант скромничает и не рассказывает о своих поступках. На слышке узнали и предложили ему самому, чтобы не скромничал. Решили довести эту информацию до руководства, до людей. То есть люди должны знать, что сотрудники полиции, кроме своей повседневной работы, еще и могут оказать помощь, спасти человека, который утопает его. Подобных примеров высокого уровня профессионализма сотрудников МВД в Дагестане немало. Профессию осваивает и прекрасная половина человечества. Так, Карина Османова, призер всероссийских соревнований по стрельбе из пистолета, служит за правопорядок уже несколько лет. Девушка мастерски управляется с оружием, всегда попадает в точку. На самом деле оружие мне нравилось с детства. Хоть это и не женское, как бы не игрушки тоже, все понятно, но все равно это завораживало. Отец девушки Магомед Османов, сотрудник МВД по республике Дагестан, трагически погиб от рук боевиков в ходе спецоперации в 2007 году. Сегодня его дочь, офицер полиции, вспоминает, что часто табельное оружие видела именно у отца. Поэтому интерес к нему у девочки был с детства. Отец служил в органах внутренних дел, работал. И для меня это было живым примером. То есть, видя его форме, так он приходил иногда с работы, было очень приятно на него смотреть, восхищалась. И такая, своего рода, мечта появилась. Захотелось тоже, так же, как и отец. Служба полиции – это не просто призвание. Это осознанный выбор – посвятить свою жизнь борьбе с преступностью и готовность идти на риск ради спасения жизни людей. Тагира Булгалимов – яркий пример мужества и героизма современной полиции. А Карина Османова демонстрирует высокий профессионализм женщины с оружием. С каждым годом список героев в рядах правоохранительных органов только пополняется. А Дагестан продолжает занимать в России первые позиции по уровню мужества. Хадижа Курбанова, Магомед Магомедов. Специально для итогов недели.